Привет, мальчики и девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Спонсор сегодняшнего ролика магазин Рандеву и в честь нашего сотрудничества публикую в описании свой именной промо-код, сначала по ссылочке проходите, потом применяете промо-код, можете набирать корзинку, сколько угодно ароматов, скидка 10 процентов будет на все товары, которые вы выберите, плюсом, вы представьте, плюсом ко всем уже акциям, которые уже проходят в магазине Рандеву. Покупка должна быть от двух с половиной тысяч рублей и приятных вам приобретений. Ух, немножечко по погоде припод отпустила, но все равно вот ходил гулять, соседку встретила, она говорит, чуть ветерок утихнет и душно-душно-душно. Ну ничего, ничего, поддушимся мы в душную погоду душками. И сегодня продолжаем исследовать посылку от замечательного подписчика Сергея Савы, Сережа Пруэт. И здесь четыре таких достаточно популярных аромата, о которых я много слышал, а трех из четырех точно. Вот. Я знаю, что это хиты нишевые, и при этом я их вообще не слышал, я с ними не знаком. Ну, насколько я помню, опять же. Поэтому буду наносить и пользуюсь своим, ну, каким-то таким, ну, я все-таки не... Первый день увлекаюсь парфюмерией, мне кажется, смогу вынести вердикты более или менее правдивые с первых затестов. Хотя, конечно, нужно... Нужно делать скидку на то, что времени разносить их у меня, ну, просто нет и быть его не может. Столько много ароматов впереди, ребята, с которыми мы будем вместе знакомиться, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересненьких обзоров. Итак, я немножечко информацию собрал. Она у меня тут в телефоне, как всегда. И начнем мы с Байреда Gypsy Water. Вот он замечательный, прекрасный. И наносим. Четыре аромата выбрал, чтобы, знаете, симметрично. Сюда, сюда, сюда и сюда. Цыганская вода в переводе. И незамутненное мнение. Слава богу, что, мне кажется, сейчас я более адекватно как-то смогу говорить, судить об ароматах. Ммм, такой классический, древесный, что-то где-то такое подобное я уже слышал. Древесный даже почему-то алкогольный. Ну да, такой, может быть, и немножечко цыганский, но не в плане вычурности. Но какой-то... Что же я тут чувствую? Ну, почули, да, здесь есть. Ветивер прямо сейчас уже чувствую. Ну, такой, именно на подложке. Давайте зачитаю вам нотки. Аромат для мужчин и женщин принадлежит группе древесной фужерны. Выпущен в 2008 году. Ну, тогда это вообще прям, наверное, был. Что-то мне даже, знаете, напоминает какие-то... какие-то далекие очень отголоски направления Gucci Prom 2003. Да, это целое направление. У него, знаете, клонов... ну, не клонов, а ароматов по мотивам. Вот этого самого люксика Gucci Prom 2003. У меня столько и, кстати, нужно, наверное, ролик выпустить уже на... вот о ароматах по мотивам Gucci. Верхние ноты. Можжевельник, лимон, бергам... можжевельник меня не отпускает. Бергамот и перец. Средние ноты. Иглы сосны, ладан, корень ириса, базовые ноты ваниль, сандал амбра. Ну, в принципе, знаете, вот он на это на все и пахнет. Есть такая кремовая пудровость, мягкость, обволакивающее такое вот ощущение от него. Приятный, спокойный, выдержанный. Вот в этом смысле никак с названием не коррелирует цыганская вода. Здесь нет какой-то такой, ну, вот как мне видится, цыганской чертовщинки. Мягкий, плотный. Красивый, красивый. Но себе бы я, наверное, не купил. Ох, знаете, вот чем дальше ролики уже снимаю, знакомлюсь с ароматами, тем сложнее уже чем-то удивиться. И понимаешь, что нового какого-то ничего нет. Может быть, в 2008 году это было что-то плюс-минус интересное, но сейчас это просто приятный аромат, но который можно, знаете, даже под костюм, даже и костюмный. Ну, он такой. По мне, так он солидный. Вот не знаю. Мое мнение таково. Далее, давайте посмотрим, что у меня там по списку. By the Fireplace. Мизон, Махтам, Маржела. По-моему, вообще ничего от этого бренда я не пробовал. Ну, то есть, возле камина. В переводе. By the Fireplace. Забавно, как вот они все эти языки путают. Французский дом, но название почему-то на английском. Ой, что я вам гоню-то? Почему By the Fireplace? Это же джаз-клаб. Сейчас я вам наговорю тут. Ну, просто это еще один хит. Хм, секундочку. Вот ведь сидишь, вроде готовишься к ролику. Значит, аромат один, а в голове другое. И сейчас бы я вам зачитал нотки не от того аромата. Давайте нанесем. И я вам скажу, чем мне пахнет. Джаз-клаб. Тоже очень-очень его хвалят. Спар в сообществе. У многих прям любимчик. О, ну что-то такое. Сладкое, что-то такое ромовое. Ромовое. Ну, джаз-клаб можно догадаться. Ром, сигары, да? Ничего такое. Ничего не читал заранее. Сладкий прям такой. Сладун. Ну, по крайней мере, в старте. И пудровые ноты. Ой, такой вот табачность какая-то. Такая чувствуется. Прям аж немножечко едкая. В хорошем смысле. Не разъедающий нос, но, блин, сладкий. Сладкий. Может быть, если бы я его тестил зимой, он бы мне показался... Ох, сладкий. Я вроде везде кричал, что очень толерантен к сладким нотам. Но здесь... Прям аж вот такая табачность. Сейчас, если выяснится, что нет там табака, будет забавно. Давайте нотки зачитаем. Значит, аромат для мужчин. Не унисекс даже позиционируется. Группа Кожаные. Хм. Ну, кожи я не чувствую как таковой здесь пока что. В 2013 году он выпущен. Парфюмер. Алено. Массене. Видимо так. Верхние ноты. Розовый перец. Нероли и лимон. Вообще никаких цитрусов не почувствовал со старта. Они все утонули в глубоких восточно-древесных таких обертонах. Средние ноты. Ром. А, ну вот. Вот ром. Масло яванского ветивера и мускатный шалфей. Базовые ноты. Лист табака. Стручок ванили и стеракс. Ну, что нам ноты. Главное, чем пахнет. Мне конкретно. Ну, вот я вам уже сказал. Он сладкий прям. Но хотя, знаете, я бы его отнес для холодного времени года. Очень уютный такой. И, кстати, его можно было бы тоже назвать by the fireplace. Ну, единственное, что здесь нет нот там обуглившейся деревяшки дыма, которая может быть предполагается, да. Just Club. Ну, кстати, хорошо соответствует названию своему. Грамотно спозиционировали. Действительно, такая вот накуренная комната. Сухофруктами мне пахнет. Однозначно. Ну, какими-то финиками, опять же. Чернослив, возможно. Да, Гогусенька, иди сюда, поздороваемся. По тебе соскучились ребята, Гогусенька. Гагарин. Он что-то сегодня тоже ни свет ни заря, хотя его накормил ни свет ни заря, выпрашивает у меня новую дозу корма вкусного. А не какого-то там сухого. Ну, хороший. Знаете, мне вот даже больше нравится, чем джипси-вота. Нет, джипси не мое, а вот этот вот. Вот этот больше мое. Такой сухофруктово-табачный. Ну, у табака есть такие. О, вот он пришел. Зверюга. Пойдем, Зверюга. Пойдем, Крихтюн. Пойдем, поздоровайся с ребятами. Есть хочешь? Очень? Гагарин. Самый голодный в мире кот? Вот. Такой вот зайка. И помогает. Видите, будет сейчас тут ходить, выхаживать, хвостом махать. Неплохой вот этот вот. Ну, блин, сладковатый. Этот, возможно, я бы даже при определенных условиях себе приобрел. Ну да, знаете, звучит все-таки мужским больше. Табак, сухофрукты, немножко ветивера. Вот это вот все. Томный, томный. Интересный. Да, Гагарин соврать не даст. Мальчик. А тебе какой больше понравился? Джипси-воты? Или подожди. Или вот этот вот джаз-клаб. Скажи, пожалуйста, Гагарин. Не поймешь. Тебя же не поймешь. Гагусь. Будешь? Он ждет слова заветного и еды потом. Подожди еще рано. Далее движемся, ребята. И у нас по программе Пегасю эксклюзив, если по-французски. Правильно я говорю? У нас же здесь все знатоки французского с прононсом. Напишите. Пегасю? Гагарин, ну. Ты-то у нас вообще самый главный француз. Да, кот? Зайка? Да. В общем, сначала я его нанесу. Скажу вам, чем пахнет. И затем, 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 зачитаю нотную грамоту. Вообще, мало чего я пробовал, блин. Да что такое? Что такое? Мало чего я пробовал от Parfums de Marley. Может, вообще ничего не пробовал. Не знаю, не помню. Вот тоже не помню. Ну, я не интересуюсь этим домом просто. Ммм, ну, что-то такое. Ммм. Почему у меня везде алкогольность чувствуется? Хвойные иголки, вот, кстати, здесь хорошо чувствуются. Цитрусы плюс хвойность. Плюс какая-то, знаете, ну, не то что амореттовость, в плане миндальной вот эти вот, миндальность. Ммм, очень ароматный, очень приятный. Я такое люблю. Яркий такой, фееричный. Ммм. Амореттовость, почему? Хвоя плюс аморетто, вот так вот. Может быть, поэтому алкогольность мне почуялась. Кстати, кот сидит вот буквально, вот у меня вот так вот. Вот тут вот он сидит, но в кадр не влазит уже. Пегасю этот вообще прикольный. Такой. Тоже, знаете, в восточную сторону, но такой аплифтинг, такой будоражащий. Ммм. Так вот ты какой, северный олень. Прикольный. Прям, ну, вот его вдыхать приятно. И мне кажется, вот эта ниша, конкретно вот этот аромат, будет понятен, ну, окружающей публике. Но при этом будет звучать необычно, дорого так звучит. Какие-то мускусные мотивы, такая вот. Ну, да, Гагарин. Какая-то база такая интересная. Угадывается. Хотя, может, он и развалится к базе. Сие, мне неведомо. Ну, давайте прочитаю. Аромат для мужчин, кстати, тоже мужской. Не написано. Да, мой сладкий. Да. Восточный древесный, да, Гагусь? Может, значит, животное жрать хочет, будет болтать бесконечно. Хотя он не голодный, вы не думайте, что я его тут голодом морю. В 2020 году выпущен, но это именно версия эксклюзив. Эксклюзив. Потому что есть оригинальный еще Пегасю, вот этот Пегасус. Пегас по-русски, да? Да, Гагарин. Он вышел раньше. А это, типа, ну, более концентрированная, наверное, версия. Такая. Ну, короче, фланкер. На фланкерах они пытались денег срубить. Ну, наверное, и срубили. Сейчас вот я его еще хвалю. О, очень прикольный. Как будто здесь корица еще какая-то. Такие специи очень вкусные, скажем. Давайте почитаем. Кардамон, гелиотроп. Вот гелиотроп, наверное, придает такой омфактор. Я люблю гелиотроп. Он сладенький. Классный, классный. Такой специевый прям. Ладно. Давайте. Кардамон, гелиотроп, розовый перец, бергамот. Розовый перец тоже мне нравится очень. Ну, когда присутствует, он тоже придает какой-то такой вот бодрости. Прям хвоя, понимаете? Хвою ощущаю. Средние ноты. Горький миндаль. Вот он, миндаль. Ребят, ну, клянусь вам, я не читал эти ноты, но пахнет, если, ну, амареттовость вот этого. Лаванда, кстати, с лавандой, наверное. Да, лаванду бы я не угадал, но лаванда так хитро, так интересно может подсвечивать другие ингредиенты, что вах. Лаванда, конечно, гениальнейший ингредиент для мужских ароматов. Жасмин и герань, цветов сколько много. Но он цветочно не пахнет при этом. Ну, для меня. Я не спец по цветам. Базовые ноты. Ваниль, двояк, уут, сандал и амбра. Ну, что ж. Ну, короче, прям. Джазглаб, короче. Они понарастающие у меня. Меньше всего мне зашел джипси вата. И он какое-то, знаете, такое ощущение, что не очень стойкий. Не то, что нет. Скажем так, у меня... Оно с меня к нему развелась. На фоне, видимо, вот этих последующих ароматов. Короче, меньше всех я плюсую джипси вата. Чуть лучше. Уже заметно лучше. Это вот джазглаб и вот этот пегасю. Он прям прикольный. Вот. Больше всего он мне нравится. Он, по крайней мере... Он такой будоражащий. Он вот... Я люблю такие... Он хоть и восток, но и энергайзер, как я уже говорил. И последний аромат. Вот о нем я вообще ничего не слышал. Просто Сергей мне прислал от Левант. И... Уже в комментариях на распаковке... Кстати, смотрите, распаковку большую там. Много-много ароматов от Сергея из Питера. И там мне в комментариях написали, что вот аромат. Ну, такой, мы его знаем. Конечно, вы-то более опытные, чем я. Видите, я... Я что не аромат, то впервые знакомлюсь. Да, Гагусенька? И Гагарин тоже впервые знакомится. А вы-то нанюханные у меня, подписчики. Вы же самые лучшие. Это правда. И давайте наносим... Кирк. И вот опять, вы видите, палец мокрый. Нажимаешь сверху, а палец мокнет... Ну, вернее, пшик сбоку, а палец мокнет почему-то сверху. Вот вам почему от Леванта я не очень жалую. Ммм, тоже интересно. Одеколонистый, да, безобразие одеколонистый, ребят. Напоминает все эти шипры тройные, все советские одеколоны. Или Аквадипарма, например, классические колонии. Очень одеколонистые. Мироли, цитрусы. Такой вот одеколон, прям одеколон одеколонович. Безошибочно. Узнается ДНК, вот, классики просто. Сколько я таких ароматов перепробовал. То есть, нового ничего, но звучание сразу ощущается, что из дорогих компонентов собран аромат. Звучание такое очень насыщенное и очень дорого звучит, честно. Это вот одеколон прям люксового уровня в самом хорошем смысле. Угу. Одеколон. Я не думаю, что что-то я про него еще могу сказать. Вот. Дубовый мох, конечно же, тут предположу. Цитрусы, нироли. Нироли, это же не совсем цитрусы. Это цветок апельсина. А не сам апельсин. Кедр. Витилер. На скидку. Ну, давайте зачитаем. Значит. Кирко Мирко Буфини. Ференс. Не знаю, как по-итальянски. Аромат для мужчин. Он принадлежит группе Древесные Пряные. Выпущен в 2014 году. Верхний нот и черная смородина. Ну, может. Но она тут, знаете, очень, опять же, сладкая. Слишком сладкая, чтобы я ее угадал. Кумин. Тмин. Перец и кориандр. Средние ноты. Лаванда. Жасмин и ландыш. Базовые ноты. Мох. Ну, вот. Древесные ноты. Ну, вот. Сандал. Ну, вот. Мускус и кожа. Ну, кожа. Ну, да, наверное. Очень что-то напоминает мне безумно. Из того даже, что у меня есть. Может быть, знаете, даже перекликается с Богах. Который. Сайнетчер. Который с пером. Не Богом, а который с пером. Роспись. Вот этот вот Богах. Знаменитый. Но пахнет, конечно, поизысканней, подороже. Однозначно. Тут прям к бабке не ходи. Очень. Ну, то есть, вот одеколон, но обыгранный дико качественно. Поэтому вот данный аромат, тоже, кстати, для мужчин. Я бы девочкам не советовал даже на эту территорию. Да, Гагарин? Ты бы тоже не советовал? И Гагарин бы не советовал. Но соваться прям такой, знаете, шипр, шипрович. И посоветовал бы я любителям винтажей пауэрхаусов 80-х парням. Ребят, действительно, очень круто пахнет. И он более такой жесткий, такой вот шипрятина. По сравнению, допустим, с моей любимейшей, обожаемейшей Аквадипарма колония классическим. Но имейте ввиду, кому-то будет ретрить. Потому что это оттуда. Это из тех времен, однозначно. Цитрусы, цитрон, прям такая цедра, яркая, натуральная, красивая. Мох, амбра, мускус, цветы. Ну, Нироли, я же сказал. Нироли тоже цветок. Ну, тут еще вот ландыш, жасмин, лаванда. Да, Гагарин, да. Тебе какой больше понравился? Первый? Или второй? Ага, гусь. Второй минусуешь. Ладно, может быть, третий тебе больше понравился? Нет. Наверное, четвертый, да, Гагарин? Вот четвертый. Он прям классный, он неплохой. Он, я бы такой носил, знаете. Дело не в том, что я старею, но вот эту классику, которая сделана мастерски. Это ощущается просто, ты дышишь и ты понимаешь, что это ля класс. И вот такой бы я тоже и купил бы, и носил бы. Несмотря на то, что есть у меня какие-то похожие, но, блин, очень красиво собрано. Прекрасно. И Гагарин даже согласился. Поэтому, такая вот подборочка. Что вы думаете, вот, вообще, в очередной раз я спрашиваю. Мне важно же, что вы думаете на эту тему. Нормально ли делать подборки, ну, вот, не по теме, а просто, ну, типа, сборник мишевых хитов. Вот как сейчас я сделал. И ароматы от разных брендов, не объединенные одной тематикой. Просто, если пытаться все объединить и вот сидеть, притягивать за уши. Вот это я в эту кучку соберу, вот это в другую. Кучки я и потом собрать смогу. Да, Гагарин? Можно, в конце концов, мылит, мылит, кстати. Мыльность такая хорошая, которая присуща, в общем-то, многим пауэрхаусам 80-х. 70-х даже, ребят. Ну и вот. Короче. Короче, как получилось, так получилось. Я надеюсь, данный обзор был вам полезен. Не забываем подписываться в наше телеграм-сообщество, которое в первом закрепленном посте. Не в описании, а в первом закрепленном посте. Там и Пашко скидки, и Пашко наш главный чатик дружина парфюмерная, где каждый имеет право голоса, и мы обсуждаем ароматы не только. И, конечно же, Пашко пар в барахолках, где вы можете выгодно купить и продать ароматы. И... За бесплатно даже. Можете это сделать. А... Ой, классный. Блин, походу, вот этот вообще победитель. Несмотря на то, что классичное звучание, но оно до того прям... До того заходит. Вот просто. Короче, победитель, вы поняли. У меня они все по... Я не специально все это делал. Джипси Уоттер на четвертом месте. Хотя вот база, кстати, мягкая такая, очень приятная. Прям приятная. Прям приятная, кстати. Вот секс, вылез секс. Нет, уже на четвертое место я его не поставлю. Короче, сложно, сложно. Потому что они все будут играть, ароматы все... Ну, как сказать, не простачки такие прям, да? Не проходники. Этот прям мощно джаз-клаб звучит, как начал звучать, но... Но это красиво. Пегасю нравится тоже. И этот нравится. Короче, все классные. Вы знаете, если... Если я бракую, то я сразу бракую. Так что подписываемся в Телеграм-сообщество, не забываем. Оцените как-нибудь данный ролик, если зашел. А если не зашел, то палец вниз тогда ставим, не стесняемся. Я любым реакциям рад. И до новых скорых встреч. Да, Гогущенька? Пока. Супер хай! Супер хай! Супер хай! Супер хай! Субтитры сделал DimaTorzok